Михаил Михайлович Пришвин – известный советский писатель, публицист, автор большого количества произведений для детей, рассказов о природе и охоте. Имя Михаила Пришвина ассоциируется прежде всего с русской природой, которая была центральной темой его творчества. Его охотничьи рассказы, повести-произведения для детей, написанные в своеобразном стиле, пополнили золотой фон детской литературы и издаются на многих языках мира. Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает вашему вниманию рассказ Михаила Пришвина «Ёж». Раз шел я по берегу нашего ручья и под кустом заметил ежа. Он тоже заметил меня, свернулся и затухал. Тук-тук-тук. Очень похоже было, как если бы вдали шел автомобиль. Я прикоснулся к нему кончиком сапога. Он страшно фуркнул и поддал своими иголками в сапог. «А, ты так со мной!» — сказал я и кончиком сапога спихнул его в ручей. Мгновенно еж развернулся в воде и поплыл к берегу, как маленькая свинья, только вместо щетины на спине были иголки. Я взял палочку, скатил ею ежа в свою шляпу и поднес домой. Мышей у меня было много. Я слышал, ежик их ловит и решил, пусть он живет у меня и ловит мышей. Так я положил колючий комок посреди пола и сел писать, а сам уголком глаза все смотрю на ежа. Недолго он лежал неподвижен. Как только я затих у стола, ежик развернулся, огляделся, туда попробовал идти, сюда, выбрал себе наконец место под кроватью и там совершенно затих. Когда стемнело, я зажег лампу и, здравствуйте, ежик выбежал из-под кровати. Он, конечно, подумал на лампу, что эта луна взошла в лесу. При луне ежи любят бегать по лесным полянкам. И так он пустился бегать по комнате, представляя, что это лесная полянка. Я взял трубку, закурил и пустил возле луны облачко. Стало совсем как в лесу, и луна, и облако, а ноги мои были как стволы деревьев. И, наверное, очень нравились ежику. Он так и шнырял между ними, понюхивая и почесывая иголками задники у моих сапог. Прочитав газету, я уронил ее на пол, перешел в кровать и уснул. Сплю я всегда очень чутко. Слышу какой-то шелест у меня в комнате. Чиркнул спичкой, зажег свечу и только заметил, как еж мелькнул под кроватью. А газета лежала уже не возле стола, а посредине комнаты. Так я и оставил гореть свечу и сам не сплю, раздумывая, зачем это ежику газета понадобилось. Скоро мой жилец выбежал из-под кровати и прямо к газете. Завертелся возле нее. Шумел, шумел. Наконец, ухитрился. Надел себе как-то на колючке уголок газеты и потащил ее огромную в угол. Тут я и понял его. Газета ему была, как в лесу, сухая листва. Он тащил ее себе для гнезда. И оказалось правда. В скором времени еж весь обернулся газеты и сделал себе из нее настоящее гнездо. Кончив это важное дело, он вышел из своего жилища и остановился против кровати, разглядывая свечу луну. Я подпустил облако и спрашиваю. Что тебе еще надо? Ежик не испугался. Пить хочешь? Я встал. Ежик не бежит. Взял я тарелку, поставил на пол, принес ведро с водой. И то налью воды в тарелку, то опять волью ведро. И так шумлю, будто это ручеек поплескивает. Ну иди, иди, говорю. Видишь, я для тебя и луну устроил, и облака пустил, и вот тебе вода. Смотрю, будто двинулся вперед. А я тоже немного подвинул к нему свое озеро. Он двинется, и я двину. Да так и сошлись. Пей, говорю, окончательно. Он и залакал. А я так легонько по колючкам рукой провел, будто погладил. И все приговаривал. Хороший ты, малый, хороший. Напился еж. Я говорю, давай спать. Лег и задул свечу. Вот не знаю, сколько я спал. Слышу, опять у меня в комнате работа. Зажигаю свечу, и что же вы думаете? Ежик бежит по комнате, и на колючках у него яблок. Прибежал в гнездо, сложил его там, и за другим бежит в угол. А в углу стоял мешок с яблоками, и завалился. Вот еж подбежал, свернулся около яблок, дернулся и опять бежит. На колючках другое яблоко тащит в гнездо. Так вот и устроился у меня жить ежик. А сейчас я, как чай пить, непременно его к себе на стол. И то молока ему налью в блюдечко выпьет, то булочки дам, съест. Рассказы Михаила Пришвина – произведение человека, который искренне любил природу, наблюдал за ней, умел передать на письме ее красоту простым и понятным словом. За это его произведение ценит весь мир. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok